МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал АВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главная тема выпуска. Все для удобства в муниципалитете начали работать мобильные офисы компании МОСОБОЛГАЗСЕРВИС. Мы находимся в шаговой доступности. И каждому абоненту гораздо проще подойти, ознакомиться с условиями, подписать договор. Завершился ремонт подъездов в одном из домов по проспекту Ленинского комсомола. По сравнению с тем, что у нас было, и что сейчас, это небо и земля. Успешный старт. Три видновские школьницы получили высшие баллы на единых госэкзаменах. Экзамен был приятным. Это был самый первый экзамен, который я вообще сдавала. И он прошел легко. В муниципалитете начали курсировать мобильные пункты МОСОБОЛГАЗСЕРВИСа, где можно заключить договор на комплексное обслуживание газового оборудования. Теперь далеко ездить не нужно, все удобно и рядом с домом. Первый такой автомобиль был замечен в деревне Горки. Мы едем к вам. В муниципалитете начал курсировать мобильный офис компании МОСОБОЛГАЗСЕРВИС ЮГ, где специалисты рассказывают, зачем нужно регулярно проверять и обслуживать газовые приборы. И что делать, если при проведении ТО выявлены нарушения. Первый такой передвижной пункт приехал в деревню Горки. Приедет слесарь, приведет вам техобслуживание, проверит газовое оборудование на утечке, почистит горелку в котле раз в год, проверит ваш водонагреватель, там какая, если горелка вынимается, тоже ее почистит. Профилактика газового оборудования. Качественный сервис при выполнении технического обслуживания, замены и ремонта внутридомового газового оборудования должен выполняться ежегодно. Это и безопасность в первую очередь, и экономичное потребление голубого топлива. Оставить заявку на техобслуживание можно в личном кабинете МОСОБОЛГАЗА, а теперь и в мобильном офисе. Людям пожилого возраста, им зачастую тяжело добраться до офиса, чтобы оставить заявку и озвучить свое желание заключить договор. Здесь, соответственно, мы находимся в шаговой доступности, и каждому абоненту гораздо проще подойти, ознакомиться с условиями, подписать договор. Подобный договор на обслуживание должен быть у каждого абонента. Если же выяснится, что его нет, то это грозит приостановкой газоснабжения. Поэтому лучше не откладывать дело в долгий ящик. Впервые такая машина приехала. Вообще удобно? Конечно, удобно. Хорошо. Будете заключать договор? Да, поездокументами доеду. Прекрасно. Девушка совершенно замечательная. Вопросы только по существу. Что еще нужно? Все, что я спросила, мне на все нормальные ответы дали. Дороговато, правда. Но это не от нее зависит. Выездной офис продолжит курсировать по населенным пунктам муниципалитета. Екатерина Коваленко, Кирилл Ванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. На базе взрослой поликлиники и центра диспансеризации Виновска района клинической больницы сейчас проходит практику будущие медики. Студенты-фельдшеры делают АКГ, работают в процедурном кабинете и учатся вести прием. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Говорят, медики учатся всю жизнь, в том числе в процессе работы. А начинается все на практике в лечебных учреждениях, куда студенты попадают уже на первых курсах. У врачей взрослой поликлиники и центра диспансеризации ВРКБ в Видном с прошлой недели появились помощники. Очень хорошие ребята, студенты. Они перенимают опыт у наших ведущих специалистов, которые работают в модуле. Оказывают очень весомую нам помощь, поддержку. Они за время прохождения практики смогли обучиться всем тонкостям. За неделю студенты научились делать АКГ, составлять маршрутные листы диспансеризации, проводить первичный осмотр. Здесь мы проходим, скорее всего, вазы. То есть те, которые пригодятся нам, которые уже сами что-то пробуем, практикуем. С нами сидит врач, он в любом случае поможет, когда отцовется. Тут врачи все очень добрые, хорошие. Сложнее всего, говорят будущие медики, дается работа в процедурном кабинете. Студент второго курса Александр Мазилин рассказал, что благодаря практике и советам наставников смог добиться неплохих результатов. Я мог брать кровь из вены только у людей молодого возраста, потому что вены видно, они очень удобно из них брать. А у пожилых людей не очень получалось, потому что их то не видно, то они убегающие. Вот сегодня я принимаю всех. Ни разу еще не промахнулся, ничего, все получилось. Успешное прохождение практики – это не только полезный опыт для будущих медиков, но и дополнительные очки к грядущим экзаменам. Мы ими очень довольны. Администрация ходатайствовала в колледж на предмет добавления им к общему балу дополнительных баллов. Хороший опыт, когда мы привлекаем столь юных студентов непосредственно к АЗАМ в будущей их профессиональной деятельности. Хотелось бы в будущем больше видеть студентов в наших рядах. Сейчас во взрослой поликлинике и центре диспансеризации практику проходят 10 студентов. Наиболее способных из них – медики ВРКБ. Надеются уже через два года увидеть в числе своих сотрудников. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сотрудники предприятия «Мегапак» приняли участие в экологической акции по уборке прилегающей территории. Мероприятие было организовано инициативной группой «Мы рядом» и администрацией округа. Детали узнал Дмитрий Книга. Предприятие «Мегапак» существует уже более 25 лет и занимается производством безалкогольных напитков. Оно расположено в промзоне недалеко от Каширского шоссе. Руководство компании озаботилось вопросами охраны окружающей среды и решило провести экологическую акцию по очистке прилегающей территории от бытового мусора. Главной идеей было не только изменить облик нашего города, но в первую очередь это изменить сознание людей, которые здесь проживают. Поскольку каждый из нас несет социальную ответственность перед своими земляками, перед будущими поколениями за сохранение экосистемы. И вместе мы сила, мы рядом, мы за чистый город. Для содействия в проведении мероприятия инициативная группа обратилась в администрацию округа. Там с воодушевлением откликнулись на предложение и помогли в организации уборки, предоставив машины для вывоза мусора. Площадь ориентировочная около 15-20 гектар, потому что здесь сотрудников собралось порядка 60 человек, 70. Поэтому они охватили такую часть территории. Многие из сотрудников предприятия замечали, что зеленая зона уже давно требует очистки. На своем примере они хотят показать видновчанам важность данной проблемы и призывают следить за окружающей средой. Во-первых, я житель города Видное и хожу пешком через этот лес на нашу промзону. Поэтому для меня, естественно, очень важно, чтобы этот лес был чистый. И когда ты идешь и видишь бутылки и грязь, конечно, это не очень нравится. Экологически чистая должна быть обстановка. Прекрасный лес, его нужно поддерживать. И эта акция для нас очень важна. За время проведения акции, помимо пустых бутылок, банок, пакетов и других отходов, из леса вынесли даже старый диван. Всего было собрано около 150 кубов и вывезено порядка 200 мешков мусора. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Проспект Ленинского комсомола, 72. Еще один адрес, где тем летом произошли масштабные изменения. На квартирном доме был проведен ремонт входных групп и подъездов. О впечатлениях местных жителей расскажет Юлия Погосьян. Татьяна Серегина в 72-м доме по проспекту Ленинского комсомола живет больше 40 лет. Говорит, за это время ремонта здесь ни разу не было. Все давно обветшало. Обновлению рада и надеется, что вся эта красота сохранится надолго. По сравнению с тем, что у нас было и что сейчас это небо и земля. Я лично довольна. Мне очень нравится все. Нравится обновление и остальным жителям, которые принимали активное участие в выборе дизайнерского решения и цветовой гаммы. Во всех четырех подъездах покрасили стены. На первом этаже заменили плитку. Поменяли осветительные приборы, почтовые ящики, мусоропровод, входные двери и домофоны. Установили поручни, информационные щиты и козырьки. Но остались у людей еще пожелания. Пожелания небольшие. Установка пандусов и поручней. В принципе, когда ремонт начинался, мы планировали эти работы сделать. Но потом вроде как большинство людей решили, что не нужно. А сейчас решили, что нужно. В принципе, тут ничего сложного нет. Главное определиться, где жители видят это все, как должно выглядеть. Мы отработаем. Больше остальных пандус нужен Ольге Варламовой, молодой и активной колясочнице. Сидеть безвылазно дома не для нее. Но первый этаж подъезда – неприступная крепость. Мама девушки Марина из последних сил помогает дочери. Моей дочери скоро 26 лет. А пока она была маленькая, это было все неплохо. То есть я справлялась. Сейчас она выросла, я стала старше. И мы попросили администрацию установить нам электроподъемник в подъезд. К решению вопроса подключился депутат по этому избирательному округу Владислав Рымша, который считает наличие доступной среды основополагающей для любого объекта недвижимости. Мы вышли с этим предложением на заместителя головы с просьбой помочь установке электроподъемника. Что у нас и получилось. На последнем совете депутатов было принято решение по поводу выделения денежных средств на закупку данного оборудования. Сейчас ремонт, вот вы были, присутствовали на сдаче ремонта, но, соответственно, вопрос по установке этого подъемника, он у нас еще впереди. Самое главное, что деньги выделены, и я так понимаю, подъемник будет, и эта семья будет им пользоваться. В этом году в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в Ленинском городском округе отремонтируют 32 подъезда. Денежные средства выделяет муниципалитет и софинансирует Московская область. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. Три выпускницы Видновской школы номер 7 получили высшие баллы на единых госэкзаменах. Елизавета Карцева, Мария Фомина и Мария Усанова поделились секретами успеха с нашей съемочной группой. 100 баллов на едином государственном экзамене – мечта, наверное, каждого выпускника. Но получить их удается далеко не всем. В классе под руководством Иветты Бегляровой три таких счастливицы. Именно так называет своих учениц преподаватель, так как считает, что удача на ЕГЭ играет большую роль. Видать сотки нельзя никогда. Я в этом абсолютно убеждена. И делать ставку на то, что 100 баллов будут получены. Потому что здесь настолько все звезды должны сойтись, что процент удачи и того, что это лотерея, здесь обязательно есть. Но то, что они сдадут на высокие баллы, в этом я была уверена. Мария Усанова получила 100 баллов по литературе. С самого начала была уверена в своих силах и ставила перед собой задачу на максимальный результат. Экзамен был приятным. Это был самый первый экзамен, который я вообще сдавала. И он прошел легко. Когда ты приходишь, открываешь ким и понимаешь, что в целом все то, что там написано, ты знаешь, это заставляет успокоиться и понять, что ну ладно, я сейчас все это напишу. Удача по литературе улыбнулась и второй Маше Фоминой. Девочка советует будущим выпускникам почаще принимать участие в различных школьных олимпиадах, где такие же условия, как на едином госэкзамене. Когда я увидела вариант, я поняла, что это не самый худший вариант, который мог мне попасться. И я очень обрадовалась. Меня это вдохновило, и я дальше начала уже писать достаточно спокойно. Елизавета Карцева решила, что будущая профессия будет связана с медициной, поэтому 100 баллов по химии, несомненно, помогут при поступлении в институт. Химия, мне кажется, не так, как литература и другие предметы. То есть к ней спокойно можно подготовиться, наверное, почти любому ребенку. Главное – просто понимать. И потом уже все наслаивается на знания, и это было не так уж и сложно на самом деле. И все же как? Подготовиться к ЕГЭ так, чтобы получить 100 баллов. На этот вопрос и ученицы, и учитель дружно отвечают. Помимо способностей нужна постоянная, планомерная подготовка по всем предметам. Девочки очень целеустремленные, девочки очень знающие, девочки очень любящие вот тот предмет, ту область, которой они занимаются. Ну и подготовка шла, конечно, в течение многих лет. И это не просто подготовка на ЕГЭ, а это просто учеба по тому предмету, по тому направлению, которое они выбрали. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.